Здравствуйте, товарищи! Сегодня я хотел бы порассуждать о прошедших недавно в нашей стране выборах. Но при этом я не собираюсь рассматривать их итоги, кто там сколько набрал, как там фальсифицировали или не фальсифицировали. Давайте поговорим о таких вещах более общих, более принципиальных, а именно о том, как вообще должен коммунист или человек коммунистических убеждений относиться к такому явлению, к такой процедуре, как буржуазные выборы. Естественно, что тут по этому поводу высказываются разные мнения и люди сразу побегут цитировать Ленина или еще кого-нибудь, но все-таки давайте не будем заниматься догматизмом и начетничеством, а посмотрим как бы в корень явления. В общем, как известно, коммунист или человек, считающийся коммунистом, должен исходить всегда из того, при выработке своего отношения к тому или иному явлению или к той или иной ситуации, пойдет ли это на пользу делу освобождения труда. Это такой универсальный ключевой критерий, по которому мы можем и должны анализировать различные события. И давайте приложим его к ситуации с выборами в нашей стране. Во-первых, здесь возникает сразу такой вопрос и такой, я бы сказал, даже соблазн, а вообще не удастся ли вот с помощью выборов взять власть и тем самым изменить здесь общественный строй и вернуться к социализму или даже сделать еще более лучший вариант, так сказать, СССР-2. Но могу на это огорчить вас, товарищи, что мирный переход к социализму невозможен в принципе. И об этом еще писали классики марктизма, и этот вывод их нисколько не устарел и не устареет в будущем. Поясню почему. Если мы посмотрим на то, как происходила смена общественно-экономической формации в досоциалистический период, то есть когда менялись формации эксплуататорские, то там всегда соблюдалось такое правило, такой принцип фактически, что элита общества, то есть его верхушка, она всегда не прогадывала, то есть они всегда оставались при своих деньгах, при своем влиянии и всем прочим. То есть, ну, в самом деле, когда происходит переход от первобытного общинного строя к рабовладельческому строю, то там вот эта племенная верхушка, вот эти все вожди, старейшины, они становятся рабовладельцами, то есть у них появляется такая достаточно крупная собственность, у них там больше богатства, соответственно, больше влияния на своих соплеменников, то есть это все, значит, как бы им только на пользу. Они этого, естественно, всеми силами это приветствуют. Ну, переход от рабовладельника к феодализму, там, опять же, получается, фактически только немного изменяется механизм эксплуатации вот этого угнетаемого населения, то есть угнетаемых классов, то есть там теперь вместо того, чтобы вот просто тупо заставлять людей работать, как было в рабовладении, там теперь им уже позволяют вести свое хозяйство и получать какую-то часть результатов своего труда, так скажем, для потребления, для пользования. При переходе от феодального к капиталистическому строю, ну, там, да, там меняется как бы правящий класс, то есть там вместо класса феодалов, там становится правящим класс буржуазии. Но ведь дело в том, что уже задолго до этого, задолго до того, как произошел вот этот переход к капитализму, в общем-то, эти два класса, они вполне между собой срастаются. То есть там, с одной стороны, вот такие, значит, буржуа, они стремятся, как бы, получить дворянство, и им это, в общем-то, очень часто удается, там, путем покупки титулов или, там, путем, соответственно, женить бы на представительницах аристократических семейств. С другой стороны, и, в общем-то, феодальная аристократия, она тоже не в пролете, то есть они, поскольку, как бы, являются крупными собственниками, то они, в общем-то, вполне могут вписаться и в новые экономические условия, то есть в этот капиталистический рынок. Естественно, что при этом происходят какие-то издержки, то есть какие-то отдельные группы из правящего класса оказываются в пролете и теряют свои позиции, но при этом это именно отдельные такие вот издержки. А в целом, значит, все вот эти уважаемые люди, они продолжают оставаться уважаемыми, соответственно, потреблять, как бы, на элитном уровне и, соответственно, эксплуатировать вот быдло, которое там находится внизу и которое составляет большую часть населения. Ну, а вот при переходе к социализму, тут ситуация совершенно другая. При социализме у нас просто вот этого паразитического потребления не существует. А это значит, что даже такие самые уважаемые люди в социалистическом строе, то есть те, кто находится наверху, то есть те, кто правит страной, кто возглавляет министерство, там, директора предприятий, там, соответственно, на руководство регионов, они, в общем-то, получают фактически ненамного больше, чем, значит, обычные советские трудящиеся. Кстати говоря, по этому поводу я вот помню, когда где-то в самом конце 90-х, когда у нас в стране появился интернет, и появились еще только первые такие интернет-форумы, вот на одной из таких площадок, там один из участников, значит, он вот так с возмущением вспоминал, что вот в советское время его дедушка был директором предприятия, получал 600 рублей в месяц, но при этом и вот водитель автобуса тоже получал 600 рублей в месяц. И вот по этому поводу вот этот гражданин, он там бился в истерике, так сказать, рвал рубашку на груди, значит, там фактически с воплями, что вот типа не забуду, не прощу. Вот этим проклятым коммунякам, что вот они посмели, значит, это уравнять вот моего деда, который был большим начальником, с каким-то, в общем-то, ничтожным быдлом, который там сидит за баранкой. То есть реально вот, да, была вот именно такая ситуация, когда у нас даже начальство, в общем-то, получало как бы ненамного больше, чем простые рабочие. И, естественно, что вот в этой ситуации у нас для того, чтобы добиться вот такого справедливого строя, вот старую царскую элиту, пришлось, что называется, ну, если сказать, впустить под нож, это будет неправильно, потому что, в общем-то, у нас большевики вовсе не были настолько брутальными. Но, фактически, вся старая элита была, в общем-то, лишена своих, так сказать, прав, своей, значит, собственности, нажитой непосильным трудом и частично либо вышвырнула за границу, либо была уничтожена в ходе гражданской войны, либо, значит, соответственно, была вынуждена там работать там дворниками, сторожами и всеми прочими. Таких, кстати, примеров довольно много. Ну, да, были случаи, и, в общем-то, немало случаев. Тут меня могут возразить, когда вот там бывшие царские офицеры или даже генералы, они поступали на службу в Красную Армию и там, в общем-то, даже занимали какие-то посты. И также и в других отраслях, так скажем, народном хозяйстве происходило. Но дело в том, что здесь соблюдалось такое непременное фактическое условие, что, во-первых, это были представители, скажем, вовсе не, скажем, верхушки царской элиты, а, скорее, его низового, так сказать, звена. То есть там, условно говоря, там, значит, не, так скажем, именно самая верхушка, а вот там, ну, как бы, вот когда мы вспоминаем того же самого генерала Игнатьева, с его 50 лет в строю, пожалуй, это чуть ли не самый из таких высокопоставленных примеров службы. Когда, в общем-то, он получил такое же генеральское звание, но уже в Красной Армии. И с другой стороны, вот эти представители старой элиты, они при новом режиме уже получали такие посты довольно скромные. То есть, например, вот тот же самый генерал Брусилов, который там даже одно время был главнокомандующим в Русской Армии, он в Красной Армии, он там был только каким-то инструктором, значит, то есть, фактически, и руководящих постов не занимал. То есть, здесь практически получалось, что именно часть вот этой бывшей элиты их использовали. Ну, причем именно использовали. То есть, они не являлись новыми, так сказать, хозяевами страны. А что это означает в таком практическом приложении? Это означает, что вот сейчас, вот в нашей стране, когда у нас уже сформировался давно такой класс крупных собственников, которые сумели украсть у народа вот эти богатства, созданные трудом нескольких поколений советских людей, и теперь вы что, всерьез думаете, что они позволят, чтобы у них эти богатства отобрали обратно и отдали народу? Ну, это просто смешно. В общем-то, понятно, что все эти уважаемые люди, они власть добровольно не отдадут. И, соответственно, будут этому всячески сопротивляться. Значит, ты даже в той или иной ситуации, если там каким-то чудом у вас, значит, удастся там на выборах получить там большинство голосов за какую-нибудь условную КПРФ или еще за что-нибудь, то это, в общем-то, вопрос о власти никоим образом не решит. Значит, ну, здесь, опять же, вот мне тут могут возразить, что, а вот как же там, значит, бывало, что вот там и поздний Энгельс писал о том, что, дескать, возможен мирный переход к социализму в Германии, и вот там Ленин об этом упоминал в конце лета или начале осени 17-го года, и потом еще самое главное, что наш такой самый крупный теоретик марксизма Никита Сергеевич Хрущев тоже говорил об этом, и это даже было вписано в программу КПСС, которая была принята на 22-м съезде. Ну, давайте посмотрим на все эти ситуации. Во-первых, начнем с Энгельса. Когда Энгельс об этом говорил, вот в 1890-е годы, то он, можно сказать, находился в состоянии эйфории, поскольку тогда, как только в Германии был отменен вот этот закон о социалистах, соответственно, местные социалисты были легализованы, то количество голосов, которых получили социал-демократы, они фактически на каждых выборах чуть ли не удваивались. И, соответственно, Энгельс это экстраполировал и посчитал, что вот таким темпом вскоре социал-демократы получат в Германской империи большинство и, соответственно, таким образом возьмут власть. Но при этом он вовсе не был идеалистом, и там при этом он делает такое очень важное добавление, что за социал-демократов в основном голосует молодежь. Но этой молодежи, если в обществе ее, может быть, не очень много, зато именно молодежь составляет, так скажем, представляет собой вот эти самые нижние чины в армии. И поэтому, значит, если буржуи попробуют не отдать власть, то просто их к этому принудят, так скажем, те же самые пролетарии и Германски надеты в солдатские шинели, поскольку, опять же, по мнению Энгельса, они должны поддерживать социал-демократов. Ну, дальше, как убедились на наглядном примере последующих лет, что Энгельс, в общем-то, ошибался в корне, поскольку, да, к моменту начала Первой мировой войны действительно социал-демократическая партия, хотя и не имела большинства в Рейхстаге, но, тем не менее, у этой партии была самая многочисленная фракция в германском парламенте. Но, тем не менее, когда наступил, так скажем, час испытаний, то есть, вот наступила Первая мировая война, то все эти люди, там, за исключением Карла Липпенхта, они, в общем-то, там массово изменили рабочему классу и, значит, поддержали своего кайзера и свое, так сказать, империалистическое правительство. В общем-то, что, как бы, и требовалось доказать. Опять же, если мы возьмем Ленина, значит, то, опять же, он эти свои, так сказать, суждения высказывал в тот момент, когда уже, значит, было свергнуто самодержавие, у власти находилось Временное правительство, которое, значит, с каждым, так сказать, прошедшим днем только доказывало свое ничтожество и неспособность управлять страной. И, фактически, здесь речь шла не о том, что, дескать, вот эта власть будет взята большевиками в ходе выборов, а в том, что вот если, так скажем, у, так скажем, буржуи хватит ума, то они должны просто уступить власть без боя, потому что иначе их просто скинут. И поскольку, в общем-то, там, как бы, вариант с вооруженным восстанием, он, в общем-то, рассматривался как основной, но здесь вот это была такая, значит, надежда, что, может быть, удастся обойтись без таких эксцессов. Ну, как мы знаем, не удалось. Ну, что касается вот этого Хрущевского, так скажем, умствования, ну, там, в общем-то, практически все понятно, что это было в той же самой партийной программе, где обещали у нас построить коммунизм еще при жизни тогдашнего поколения, то есть где-то к 80-му году, значит, но здесь все-таки надо сказать, что, ну, скорее всего, если вот с построением коммунизма, это я уже даже затрудняю сказать, почему вот это Никите Сергеевичу пришла в голову такая чушь и глупость, но с мирным переходом к социализму, здесь он, скорее всего, имел в виду то, что этот переход к социализму в отдельных странах будет осуществлен, скажем так, при такой молчаливой поддержке советских штыков. Как это произошло, в общем-то, в странах Восточной Европы после Второй мировой войны? То есть, когда, в общем-то, в стране находится Красная армия, то там, в общем-то, местное население, оно вполне может проголосовать из-за коммунистов и действительно перейти к социализму. Только назвать этот переход мирным, в общем-то, как-то будет, в общем-то, явное лицемерие. Ну, а вот те страны, которые перешли к социализму самостоятельно, там это как раз было в ходе такой, в общем-то, достаточно масштабной гражданской войны. То есть, это я имею в виду Китай, где, в общем-то, коммунисты воевали очень долго и упорно, ну, в общем-то, имею в виду Кубу также, где Фидель Кастро, он тоже пришел к власти вооруженным путем. То есть, таким образом, здесь именно взять власть в ходе выборов в нашей стране коммунисты не смогут никогда. Правда, здесь есть такой момент, что действительно можно было бы добиться такой ситуации, когда, скажем, условно говоря, КПРФ набирает большинство голосов там и формально имеет право взять власть, после чего правящий режим совершает фактически государственный и военный переворот. Кстати говоря, о такой ситуации как раз Энгельс тоже говорил в своих последних работах, там это он сформулировал так, что пусть, значит, давайте там типа добьемся ситуации, пусть буржуи начнут стрелять первыми. На самом деле это тоже, в общем-то, очень как бы было бы, значит, неплохо создать такую ситуацию, но беда в том, что у нас, если там, скажем так, лично Энгельс, ну и, скажем так, его окружение, они были бы готовы, так скажем, в такой ситуации перейти, что называется, уже от мирных средств борьбы к насильственным, то если посмотреть на наших нынешних официальных коммунистов, то, естественно, что они на это не способны, то есть мы помним, значит, всю ту же самую зюгановскую отвагу и решимость, проявленную им в 96-м году, значит, когда там, значит, фактически его победу Ельцин украл, так что понятно, что эти люди, они сразу же сдадутся и, в общем-то, тем самым только дискредитируют вообще само понятие, так сказать, коммунистической идеи. Хотя, в принципе, они и так, в общем-то, только тем и занимаются, что его дискредитируют. Ну и, наконец, если бы представить такую ситуацию, что вот наш правящий режим оказался бы настолько хитер, что отдал бы на некоторое время коммунистам возможность порулить страну, то это бы тоже ни к чему хорошему не привело. Это, в общем-то, мы наглядно видим на примере, скажем, той же Молдавии, где коммунисты приходили к власти. И, в общем-то, нынешний КПРФ, находясь у власти, они бы только занялись бы, в общем-то, всякой ерундой. И, ну, собственно, что мы видим из всяких зюгановских инициатив? Это инициатива о том, чтобы установить государственный праздник, там, День Крещения Руси или освободить РПЦ от налогов. Ну, это коммунист разве? Это, в общем-то, я даже не знаю, что тут приличных слов не находится. Поэтому, в общем, понятно, что с этими людьми каши не сваришь и коммунизма не построишь. И даже социализма тоже не построишь. Поэтому здесь, в данном случае, вопрос о взятии власти путем выборов как бы просто отпадает. Ну, естественно, что я никоим образом не призываю вас к революции, потому что, в общем-то, мы находимся в законном поле. И поскольку у нас, раз так не получается, то мирным способом, то, наверное, придется с этим смириться. Ну и, соответственно, переименовать улицу восстания в улицу арабской покорности. Ну, что еще можно было бы сделать полезным с помощью выборов? О чем в свое время говорил Ленин? Что можно использовать выборы для агитации, а также можно использовать думскую трибуну для того, чтобы с этой трибуны тоже ввести какую-то коммунистическую пропаганду и также совершать полезные действия. Ну, дело в том, что сейчас, вот за эти прошедшие сто с лишним лет, ситуация принципиально изменилась. То есть, если в царской России ввести такую какую-то коммунистическую пропаганду было фактически почти невозможно, точнее, скажем так, ее было невозможно ввести легально, потому что там оставалось только каким-то образом издавать какие-то нелегальные газеты, раскидывать листовки нелегальные уже. И при этом еще, опять же, из ряда часть людей эти листовки просто не могла читать, потому что была неграмотная, то сейчас ситуация принципиально изменилась. То есть, сейчас есть интернет, есть там YouTube, можно там всякие выкладывать ролики, можно там какие-то тексты где-то выкладывать в интернете. То есть, если вам есть что-то сказать народу, то вполне это можете говорить, и это все в какой-то степени будет услышано. И, по крайней мере, это будет гораздо более, так скажем, продуктивно, чем вот эти дурацкие предвыборные листовки, которые в основном состоят из каких-то дурацких обещаний, которые все равно в нынешних условиях невыполнимы. Ну и, наконец, что касается использования Думской трибуны, ну, опять же, у нас сейчас ситуация совершенно другая, и именно необходимости в том, чтобы использовать именно депутатов как агитаторов, в общем-то, и нету. А самое главное, что у нас и депутаты другие. То есть, это вот какой-нибудь там большевик Бадаев и его товарищи по Государственной Думе, они могли там, значит, в 14-м году фактически, значит, выступив против тогдашнего правящего режима, таким образом добровольно подписать себе приговор, значит, там их отправили на каторгу, правда, потом им эта каторга была заменена ссылкой. Ну, ждать, опять же, от наших КПРФовцев в Думе вот таких же поступков, ну, я думаю, это крайне опрометчиво. Поэтому здесь, значит, этот повод тоже отпадает. Поэтому здесь лично мое мнение, я высказываю именно свое мнение, поскольку я, в общем-то, можно сказать, беспартийный коммунист, ни в каких организациях не состою. Так вот, я считаю, что вот в этих выборах там в них не надо участвовать, но также их не надо бойкотировать, а нужно просто вот не обращать внимание на вот всю эту движуху, которую нас там устраивают. Поэтому, кстати говоря, вот этот ролик я вот как бы надиктовываю вот именно сейчас, когда выборы уже прошли, с тем, чтобы у нас никто вот из наших таких возбужденных сторонников КПРФ не обвинил меня в том, что вот я таким образом отнимаю голоса у их вот этого кумира, значит, и, соответственно, у их партии, хотя, в общем-то, непонятно, на что они рассчитывают. Поэтому, опять же, у нас есть, в общем-то, много всяких полезных дел, которыми коммунисты могут заняться, то есть это именно, в общем-то, и повышать свой, в общем-то, и образовательный уровень, и, собственно, не только, в общем-то, образовательный, но, в общем-то, и неплохо бы держать себя в нормальной физической форме, потому что там, в общем-то, если ситуация изменится, то, может быть, это все будет очень к месту. Ну, а так просто получается, что, значит, иначе у нас будет ситуация, как вот, например, была вот в, так сказать, Новороссии в 2014 году, когда в том же самом Луганске, в том же Алчевске, значит, Зоринске, там на блокпостах висели красные флаги, и, в общем-то, народ фактически высказывал такие, в общем-то, идеи, близкие к коммунистическим, но вот коммунистов там из России почему-то почти не приехало, поскольку, в общем-то, видимо, коммунисты нашли для себя занятие поважнее, наверное, они там готовились к очередным выборам. А вот тогда как раз возможность повлиять на развитие событий была, в общем-то, вполне реально, но ее, значит, так вот блестяще проворонили. Так давайте все-таки, как бы, будем хотя бы надеяться на то, что в следующий раз как-то, так сказать, получится более удачно и займемся чем-то более полезным, чем вот это участие в этом, так скажем, буржуазном алхотроне, к которому нас призывают. Вот таково мое мнение по этому вопросу. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok